МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Веселые люди быстрее выздоравливают и дольше живут", сказал Амбруас Паре, французский хирург начала 16 века. Его считают одним из отцов современной медицины. И правда, оптимизм отличный помощник в борьбе с недугами. Здравствуйте, я Елена Туманова. В эфире «Будьте здоровы» и сегодня в программе. Впервые в нашем городе проведены уникальные хирургические операции для палеотивных детей. Скорая помощь на передовой борьбы с коронавирусом. Рейтинг самых эффективных народных средств от простуды. В Тольятти в детскую клиническую больницу из Москвы приехал хирург Илья Захаров. Он провел мастер-класс по уникальной операции для тяжелобольных детей. У Тимофея очень редкое генетическое заболевание. В России на сегодняшний день таких детей всего 30. Лечение не просто дорогостоящее. Стоимость лекарства кажется неправдоподобным. И к тому же сложные жизненные условия. Еще три месяца назад Тимофей для его возраста был очень худенький. Мальчику сложно принимать пищу обычным путем. Но сейчас, после установки гастростомы, он набрал вес. А это большой фактор в борьбе за жизнь. Я папу Тимофею, дизиновь его. Как бы вот наш чадо. Вы из Тольятти? Мы из Тольятти, да. Делали еще раз, пожалуйста, диагноз какой ребенок? Нейрональный лифоциноз тип 2. Сокращенно НЦЛ-2. То есть это у нас в Тольятти ребенок он один. В Самаре есть еще девочка у нас с таким заболеванием. По России 30 детей у нас. В Самаре. Мы устанавливали в Самаре, потому что здесь на данном этапе просто ее не было. Как бы у нас уже прижало. То есть он уже задавился, кашлял. То есть было принято решение, что все-таки его ставят в Самаре. Это было... Индоскопически ставили? Индоскопически ставили, да. То есть как бы Артем Александрович из 8 у нас был хирург. То есть он как раз сейчас вот был тоже рядышком. То есть он устанавливал нам эту стону. Хорошо. Ну поправляемся, да? Поправляемся, да. То есть мы набрали нужный вес. То есть как положено в его возрасте иметь вес. То есть энтеральное питание очень выручает. То есть гастростома нужна для таких детей. Для детей, у кого проблемы с глотанием, кто не может усвоить нормальную пищу, которую мы принимаем. То есть, соответственно, это выход. Гастростома – это трубка, которую устанавливают в переднюю брючную стенку. Она нужна для кормления или введения лекарства прямо в желудок. Операцию Тимофею делали в Самаре. Сейчас проведение эндоскопических операций по установке гастростомы будут доступны и в Тольятти. Это малоинвазивно и минимальное количество осложнений. Мало того, значит, начальное, самое главное, что мы начинаем в ранние сроки кормить ребенка. И плюс за счет такой трубочки социальной адаптации. Мамы, папы, сами дети, они могут идти даже на море с такой трубочкой. Ну вот, ее никто не видит. Нет никаких длинных вещей. В основном это за счет этого низкопротивная трубка, она и называется. Илья Захаров известен тем, что проводит в российских регионах мастер-классы для своих коллег-хирургов и передает опыт по оказанию медицинской помощи тяжелобольным детям. Он один из немногих владеет уникальной технологией. За плечами Ильи Захарова более 400 операций по установке гастростом эндоскопическим способом. В Тольятти хирург впервые. В детской клинической больнице он провел показательную операцию. Ну, у нас есть, наверное, один из самых больших опытов в постановке таких, в выполнении таких операций. И мы знаем все нюансы. И когда нас приглашают приехать и помочь, мы делимся опытом именно, чтобы на первых этапах не было тех осложнений, которые, возможно, были, когда это начиналось все ставить, устанавливать и оперировать. Оно было не сначально. Наши проценты до сих пор существуют. Поэтому за счет этого мы обсуждаем, делимся опытом и знакомимся с вашими докторами. Приезд Ильи Захарова и мастер-класс с Тольяттинским хирургом организован Министерством здравоохранения Самарской области и благотворительным фондом ИВИТО. Программа фонда «Ты не один» направлена на помощь палеотивным детям. Для меня было сложно, прежде всего, осознать то, что помощь не исцеляет. Наша помощь только помогает прожить достойно те годы, которые отведены. Палеотивные дети – это неизлечимо больные дети. Медицина бессильно помочь им, но можно улучшить качество их жизни, избавить от боли, снять судороги, не заставлять страдать от голода. В Тольятти у нас на попечении патронажной боезной бригады сейчас 15 детей. Это в основном дети, которые имеют гастростому и трахеустому. В области в регистре около 300 больных. То, что мы могли получить в рамках программы федеральной для палеотивных больных, на самом деле, это очень большая помощь. Это медицинское оборудование, которое позволяет им поддерживать жизнь с хорошим качеством. Опыт московского хирурга Ильи Захарова уже перенимают тольятинские врачи. Тем более, что необходимое оборудование в больнице ничем не хуже столичного. Как никогда актуально позаботиться о своем здоровье нам необходимо именно этой осенью. И не только потому, что в это время обостряются хронические заболевания. 2020 год запомнится нам надолго. К знакомым и понятным хворям добавился страшный вирус. Ковид изменил нашу жизнь. Маски и социальная дистанция стали привычной необходимостью, как и ежедневные сводки о количестве заболевших. На переднем крае в борьбе с коронавирусом, конечно же, скорая помощь. Жалобы на высокую температуру и кашель – первые сигналы о том, что пациента нужно брать на особый контроль. Медработники и поликлиник, и стационаров, и скорой медицинской помощи продолжают работать на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Работы у них хватало всегда, но сейчас момент особенный. Реалии сегодняшнего дня кардинально изменили и ритм, и процесс оказания экстренной и неотложной помощи. Сейчас по количеству бригад, если в среднем мы можем посчитать, это 33 бригады у нас составляются в среднем. Обслуживание территории у нас – это весь город Тольятти, город Жигулес и вся прилегающая территория Ставропольского района. С этого года апреля месяца у нас появились еще и специализированные бригады, которые обслуживают вызыва к пациентам с температурой и респираторными вирусными инфекциями. Это те бригады, которые работают по подозрению ковидных выражений, да? Да, все правильно. Инфекционные так называемые бригады или просто ковидные? Они называются правильно специализированные, но мы их, да, можем называть инфекционные такие бригады. Вот уже на протяжении полугода так начинается рабочая смена бригады Германа Колчина. Герметичные комбинезоны, на лице плотная маска и очки, чтобы вирус не попал на слизистую глаз. Бригада, включая водителя, облачается в защитные костюмы. Тактика отработана, эмоции отключены. С мая месяца, то есть вот с мая месяца я стабильно одеваю костюм каждые сутки. Неизвестно, когда это закончится, но будем надеяться, что в ближайшее время. Температурящие больные, то есть где есть именно риск ковида. Внешний осмотр, то есть померить насыщение крови кислородом, аускультация легких, то есть измерение артериального давления, измерение температуры, то есть в зависимости от этого уже как бы решается, то есть нужна какая-то экстренная помощь в данный момент или нет. Герман Колчин – руководитель одной из специализированной бригады, которая направляется для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас в городе работает 17 таких бригад, и без преувеличения можно сказать, что эти ребята на передовой боевых действий. Мы едем на обработку, то есть специальный обычный человек-дезинфектор обрабатывает нам машину, мы снимаем костюмы, то есть сами обрабатываемся, то есть руки, вот. И, соответственно, после этого мы считаемся чистыми, да, мы можем ехать либо на обычный вызыв, либо возвращаться на станцию и так далее. Герман пришел работать в скорую помощь 7 лет назад, еще будучи студентом медицинского колледжа. Сейчас он уже опытный фельдшер. В числе первых начал выезжать к пациентам с подозрением на ковид. Нагрузка очень высокая. За смену в среднем бригада Германа выполняет до 20 вызовов. За добросовестный труд и высокий профессионализм в работе по оказанию скорой медицинской помощи Германа Колчина выдвинули на участие в акции «Народное признание». Было неожиданно на самом деле. То есть мне просто сказали то, что мы хотим тебя подать. Я не стал отказываться. А почему? Почему именно вас? Ну, как бы честно сказать, я не считаю себя каким-то прям уж выдающимся сотрудником, да, я просто человек, который знает свою работу и хорошо, ну, старается хорошо ее выполнять. То есть каких-то прям, знаете, как сказать, качеств, которые бы радикально отличали меня от других наших сотрудников, у меня нет. Скорая помощь работает в усиленном режиме. Каждый вызов для медиков – реальное испытание. Риск заражения при контакте с больными высок. Тем более, что на фоне коронавируса другие заболевания никуда не делись. Так что сейчас сил, выдержки и оперативности требуется еще больше. По сравнению с прошлым годом и сейчас, в 2020 году, у нас количество вызовов увеличилось на тысячу больше стало. Это за месяц. За один месяц. На тысячу больше. То есть если в прошлом году у нас было около 14 700 вызовов, то сейчас у нас около 15 800 тысяч. Конечно, нашим жителям города приходится ждать скорую помощь больше, чем обычно, больше, чем, наверное, в другое время. Это все обусловлено тем, что бригада очень занята на вызовах. Специализированные бригады, помимо того, что они обслуживают этот вызов, они обязаны вернуться и обработаться на специальных станциях. У нас изменилась маршрутизация пациентов, так как многие стационары перешли под ковидные госпитали. У нас маршрутизация в ковидный госпиталь ГБ номер 5 основная идет, где происходит КТ-исследование проводится. И в дальнейшем эти пациенты распределяются по другим ковидным госпиталям. Причем наши бригады, их дальше и, как так называется, перевозка. То есть осуществляют перевозку в другой ковидный госпиталь. Эти разъезды тоже осуществляет наша бригада при госпитализации пациентов. Это тоже влияет на время? Конечно, эти разъезды очень влияют на время. У нас бригада, конечно, задерживается из-за этого. Для наших жителей города Тольятти хочется сказать такие слова. Конечно, скорая помощь приедет к всем, никому мы не откажем. Но, уважаемые жители города Тольятти, помните, что бывают случаи, когда можно обратиться в поликлинику к участковому врачу. Тем более, сейчас созданы мобильные бригады. Они также обслуживают вызова. Там дежурные врачи, которые ездят на вызова и могут дать консультацию и назначить лечение. И в заключение позитивная новость. Тольяттинская станция скорой помощи первая в Самарском регионе переходит на новую электронную систему, которая входит в единую диспетчерскую службу. Перевод на цифровой формат позволит более оперативно реагировать на обстановку в режиме реального времени, сделает работу бригад скорой помощи более информативной и, главное, прозрачной. Приближаются холода, а вслед за ними и простудные заболевания. Предлагаю рассмотреть рецепты от гриппа и ОРВИ, которыми пользовались наши родители и бабушки с дедушками. Итак, рейтинг народных рецептов от простуды и гриппа, доступных каждому. Пожалуй, самое простое средство от простуды – это чай с лимоном и медом. Лимоны богаты витамином С, к тому же они природные антисептики. Что касается меда, то тут нужна осторожность, так как у некоторых есть аллергия на продукты пчеловодства. В меде содержатся активные ферменты, которые оказывают бактерицидные действия. Также он выступает катализатором, и витамины и полезные вещества быстрее усваиваются. Такой напиток можно пить в неограниченном количестве. Главное правило – чай не должен быть слишком горячим. Как и в случае с чаем с лимоном и медом, малиновое варенье лучше залить кипятком и дать ему немного остыть. Это отличное жаропонижающее и патагонное средство. В малине содержится природный аспирин – целициловая кислота, которая обладает мягким действием. И еще в ягодах содержатся дубильные вещества, выступающие в качестве антисептика. Они блокируют воспалительные процессы. И, наконец, малина, как и лимон, богата витамином С. А мы с детства знаем, что он помогает быстрее восстановить организм. Рецептов от простуды с использованием чеснока очень много. И, как правило, все они действенные. Чеснок – это природный антибиотик. В нем содержится много фитонцидов. Самое распространенное средство – просто употреблять чеснок во время еды. Делай чесночную ингаляцию. Но ни в коем случае нельзя закапывать чесночный сок в нос. Это может вызвать ожог слизистой. Лучше измельченный зубчик замотать в бинт и дышать над ним. Это средство хорошо помогает от насморка и заложенности носа. Если простуда только-только начала проявляться, лучше всего отправиться в баню. В парной с потом выходят болезнетворные организмы. Высокая температура в парилке усиливает кровообращение. В результате кровь очищается от токсинов. А количество лейкоцитов увеличивается на 20%. За счет этого бактерии и вирусы уничтожаются более эффективно. Влажный горячий пар выступает как ингалятор. Бронхи и легкие очищаются от слизи. За счет этого увеличивается приток кислорода в кровь. Мы надеемся, что эти нехитрые советы помогут сделать осень действительно золотым временем года. Пережить ее без неприятностей и болезней. И встретить зиму во всеоружии. Берегите себя. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин